Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко, я эксперт в области продвижения бизнеса MLM онлайн и оффлайн. И сегодня тема, которая нужна каждому новичку. С чего начать новичку в сетевом бизнесе или в MLM бизнесе? Итак, самое первое, что нужно сделать, это выделить свою целевую аудиторию. Все об этом говорят, называют ее аватар, называют ее зеркало и как угодно. Но самое главное, что вы пока это не сделаете, вы дальше можете в бизнес этот даже не заходить. Потому что будете делать кучу ошибок. И до сих пор очень много споров, как выделить эту целевую аудиторию. Кто-то прописывает полностью образ, облик этого человека. Ну, я как бы скажу так. Да, нужно прописать этот образ, но очень кратко. Посмотреть, что это за человек. В основном, это человек очень похожий на тебя. И нужно ответить себе на несколько вопросов. Когда, зачем, при каких обстоятельствах должен к тебе этот человек прийти. И чаще всего в сетевом маркетинге различаются три типа целевой аудитории. Первое, это, собственно, сетевики. Второе, это новички. Третье, это предприниматели. С кем из них тебе комфортнее работать, ты должен понять изначально. Но, скорее всего, это будет тот человек, к типу которому ты принадлежишь на данный момент. Потому что, если, например, ты новичок, и ты поставил себе целевую аудиторию крупной предпринимателю, у которого уже в голове сложилась схема, как правильно вести бизнес, или сетевик, который уже тоже знает много методов, он экспертен в своей области, то ты проиграешь. Потому что эти люди тебя слушать не будут. Твоя задача тогда настроить свою целевую аудиторию грамотно и понять, что ты такой же новичок, как и ты. Потом целевая аудитория будет меняться. Итак, что же нужно сделать, чтобы выделить целевую аудиторию? Нужно понять, зачем этот человек должен прийти конкретно к тебе и конкретно в данный момент. Например, ты что-то можешь дать такое, что ему не дают в его жизни. То есть, если ты новичок, и ты уже изучил методы своей компании, ты видишь, что другие люди уже зарабатывают какую-то определенную сумму, решают какие-то свои жизненные проблемы, например, получают автомобиль, о котором они только мечтали, или квартиру, и так далее, и тому подобное. И ты знаешь, что в твоей целевой аудитории это самая большая боль хорошо зарабатывать и отсутствие автомобиля. То ты в своем предложении можешь эту боль заглушить конкретно теми моментами, которые дает твоя компания и которые даешь ты как спонсор. Если, например, твоя целевая аудитория это сетевик, у которого в компании, в команде нет четкой пошаговой инструкции, школы, нет хорошего сопровождения, то именно это его боль. И именно своей школой, своим сопровождением, своей экспертностью ты можешь эту боль заглушить, то есть предложить ему конкретно это в своих постах, в предложении и так далее, и тому подобное. Если ты предприниматель, который хочет или поменять бизнес, у него, например, не идет какой-то бизнес, он хочет внедрить новый, он знает, что сетевой это модно, популярно, это приносит деньги. И ты предприниматель, который уже прошел этот путь, у тебя есть результат. То есть, естественно, ты выбираешь эту боль, например, линейный бизнес, его не развивается, стоит на одном месте. Ты показываешь, как, придя из линейного бизнеса в сетевой бизнес, ты начал расти и добиваться других результатов. И когда это будет актуально, да, в какой момент? Ты можешь зацепить человека как раз в тот момент, когда ему это нужно. То есть, ты будешь знать, что, например, год назад еще, может быть, человеку это не было нужно. А вот именно сейчас ты дашь ему свое предложение, закроешь все его боли, и он придет к тебе в команду. Поэтому первое, четко выдели свою целевую аудиторию и иди дальше. Следующий этап – это твоя экспертность. Однозначно это то, с помощью чего ты можешь привлечь своего кандидата. Ну, приведу, опять же, несколько примеров. Если ты новичок, но ты в жизни чего-то достиг, например, ты мамочка в декрете, и у тебя уже два ребенка, да, к примеру. Ты можешь очень много рассказать другой мамочке, дать ей полезных советов и так далее и тому подобное. И если твоя целевая аудитория, что очень часто встречается в сетевом маркетинге, это мамочка, то она придет изначально на твою экспертность как мамочки, и потом увидит, что ты занимаешься еще и очень крутым бизнесом, не выходя из дома, с телефоном в руках и с лялькой во второй руке. И этот человек поймет, что он хочет точно так же и скажет, я хочу, давай попробуем. Если ты сетевик, и у тебя есть хороший опыт, ты прошел, допустим, какую-то определенную школу, показывай это, и другой сетевик, который не обладает этими знаниями, а если еще этими знаниями не обладает его спонсор, и у него нет какой-то определенной школы, он видит в тебе эксперта, увидит твои достижения и опять же придет к тебе. Если ты предприниматель, у тебя опять же есть опыт в линейном бизнесе, и ты можешь об этом рассказать, пожалуйста, рассказывай, и другой предприниматель, если он является твоей целевой аудиторией, также увидит в тебе эксперта и придет, чтобы ты помог ему развить новый крутой прибыльный бизнес. И вот это все очень важно. Опять же, если твоя целевая аудитория это спортсмены, и твой продукт нацелен на спортсменов, и ты эксперт в этой области, показывай это. Так же, как и есть люди, которые занимаются разведением цветов и так далее и тому подобное. Потому что ты здесь интересен как человек, в первую очередь, как личность, как эксперт, а потом уже ты показываешь свой бизнес. Сделай это, стань экспертом. Третий момент, который очень болезненный для меня, это социальные сети. Почему я говорю очень болезненный? Потому что я часто вижу, что творится на страничках, когда там полный бардак, полный бред, ничего нет, что привлекло бы внимание, это ужасно. Подумайте сами, на какие странички, на какие соцсети вам лично приятно заходить. Это должны быть красивые фотографии. Благо, даже если у вас нет профессионального фотоаппарата, сейчас есть куча бесплатных и платных программ для обработки фото. Научитесь этому. Станьте экспертом еще и в этой области. И к вам потянутся люди и потенциальные клиенты. И не пишите всякую бурду на своих страничках. Вы же умный, мудрый человек. Научитесь излагать свои мысли правильно. В конце концов, читайте книги, вносите что-то полезное и рассказывайте об этом людям. И правильно составляйте контент-план. Тоже для этого есть куча информации. Это сейчас совершенно не является проблемой. Поэтому, пожалуйста, оформляйте свои соцсети грамотно, правильно и красиво. Пусть это будет обложка глянцевого журнала, на который так приятно зайти человеку и полистать ему. Следующий момент. Будьте открытыми. Не скрывайте, что вы новичок. Очень часто я сталкиваюсь с ситуациями, когда человек предлагает бизнес, рассказывает о миллионах, о каких-то достижениях. Когда ты начинаешь с ним общаться и говорить, ну подожди, какие у тебя на данный момент достижения. Он начинает рассказывать, что достижения есть, рано или поздно они будут. Причем он это делает очень непрофессионально. Так вот, всегда будьте откровенными с человеком, искренними. Потому что люди любят искренность. Они идут на человека. Они не идут на самом деле, в первую очередь, на деньги. Поэтому ты можешь просто рассказать, что прежде чем прийти в этот бизнес, я очень много изучал, я очень много обучался. Я все это проверил. И я вижу результаты людей, которые выше меня, которые дольше меня, они уже добились конкретно в этой компании, в этом бизнесе определенных результатов. В том числе это и мои спонсоры. И я понял, что я хочу быть здесь экспертом. Я хочу набрать команду. Я очень хочу, чтобы ты был тоже в этой команде вместе со мной. Мы с нуля с тобой начнем, стартанем. Будем вместе проходить эту школу, обучаться. И тем ценнее будет потом в итоге наше с тобой достижение. Потому что мы не одиночки, а мы будем с тобой команда. И в таком случае человек проникнется, человек тебя услышит. Конечно, это не 100%. Если это матерый сетевик, у него может быть мнение такое, что нет, я пойду все-таки к матерому сетевику. Хотя не всегда это правильно, потому что у многих матерых сетевиков просто не будет времени на обучение. А вот новичок еще может апеллировать тем, что у него, так как еще не сильно большая команда, есть много времени, чтобы начать обучать тебя тому, чему обучил спонсор. Это тоже является очень хорошим мотиватором. Но все же, если ты совсем новичок, целевую аудиторию настраивай тоже на новичков. Хотя если будет попадаться сетевик, не бойся, разговаривай с ним откровенно. И послушай мои советы, говорим то, что я тебе сейчас рассказала. Следующий момент. Использовать все самые современные методики рекрутинга. Это, конечно же, прямые трансляции. Они стоят сейчас на первом месте. Почему? Люди любят живое, люди заходят туда очень часто, у них все время мигают вот эти вот призывы к действию, зайти на твою трансляцию. Также люди очень любят сторисы. И именно там ты можешь показать свою экспертность, рассказать о продукте и показать себя. Кто ты есть, как ты выглядишь, как ты разговариваешь. Опять же, человек идет на человека, и поэтому он увидит и твою экспертность, и тебя самого. И уже решит. А вот это классный чувак. Я очень рекомендую давать рекламу или стать участником гивэвэй. Да, это платно, но это тоже хорошо работает. Может быть, не сразу, но со временем, внедряя эту методику. О ней я рассказывала в своих предыдущих видео, поэтому, если тебе интересно, пересмотри все мои предыдущие видео. Кстати, именно этот способ позволяет тебе быстро набрать подписчиков, среди которых, конечно же, тусуется твоя целевая аудитория. Итак, с вами была Елена Коваленко, эксперт в области продвижения бизнеса MLM с очень хорошей практикой. Если вам понравилось и было полезно это видео, то, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте ваши вопросы в комментариях, я обязательно на них отвечу. И подписывайтесь на мой канал, а это я уже говорила. Ну ладно, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok